Это один из моих самых любимых анекдотов. Обычно я его рассказываю именно вот здесь, в этом самом месте, на улице Кардашова. Помните, был такой поэт Александр Александрович Блоков? Вот однажды Блок выходит из Кабака, и с ним две девушки с низкой социальной ответственностью. Они у него спрашивают, Александр Александрович, а правда, что вы поэт? Правда. А вот правда, что вы можете написать стихотворение, ну вот про что угодно. Вы мне тему задайте, я напишу. Да, мы такие, ну вот-вот, алкаш в луже лежит, ну вот про него можете написать? Блок так задумался и начал декларировать. Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути. Алкаш лицо поднимает. Тебе, козел, какое дело? Идешь с литями. Так иди. Пойдемте, да, мы не будем трогать. Это Есенин. Почему я рассказываю тебе вот здесь? Да потому что, дамы господа, пойдемте дальше. А вот это вот Есенин. Будьте здоровы, не болейте. И все у нас будет хорошо. Увидимся. Поделюсь с вами анекдотом в свете бушующей пандемии. 20-й век, начало 20-го века. Такое еврейское местечко, по которому только прошелся погром. Федор идет и видит, что на лавке его соседа Хайма, собственно, хозяина лавки, того же Хайма, прибили гвоздями погромщики к двери лавки. Подходит к нему Федор, сочувственно спрашивает. Хайм, а тебе больно? Тут поднимает глаза, пол живой, вздыхает и говорит, ну чуточку больно, когда смеюсь. Берегите себя, дорогие друзья, оставайтесь дома и здоровья вам. Анекдот. Государство Н, в котором запрещены призывы к насильственному свержению власти и запрещен экстремизм, полицейский общается с задержанным гражданином. Вы гражданин правдивцев? Да, гражданин правдивцев. Вы людей на площади собирали? Что-то им там уговорили? Ну, собирал, общался с гражданами. А вот мне известно, что гражданин правдивцев собрал людей на площади, выкрикивал экстремистский лозунг, задушен, коррупцию, и тем самым призывал граждан к насильственному свержению власти. И что мне теперь с вами делать? Счастья вам, дорогие граждане, пусть это остается анекдотом. Сегодня в Фейсбуке прочитал информацию, что якобы в связи с ситуацией в стране и в мире должен подорожать бензин. Я сразу в связи с этим вспомнил анекдот. Собирается большой международный экономический форум, и у нашего президента спрашивают, ну как же вот так? Везде нефть дешевеет во всем мире, а в вашей стране бензин дорожает. Ну, на что президент традиционно, как обычно, без подготовки отвечает, что это у нас не бензин дорожает, а то, чем его разбавляют. Ну, как-то медведь-зайца в лесу и говорит, волк-проститутка совсем обновлел. Ворует, зырюшек обижает, кусается, давай его накажем. Зайц говорит, да как же я его накажу? Медведь говорит, да ты подойди к нему и скажи, волк, у тебя есть красная шапочка? А дальше делал, за мной. Встречает заяц волка, говорит, ну что, волк, у тебя есть красная шапочка? Волк говорит, да ты косой, совсем обнаглел. Я тебя сейчас съем, какая тебе красная шапочка? А тут медведь выскакивает из кустов и волку университет. Во, это вот твоя красная шапочка. Прошло три месяца. Опять встречает медведь-зайца. Говорит, ну что? Слышал, я донесла мне румынская разведка, времен Чаушетской секуритеты, что волк выписался из больницы, опять воровать начал. Украл, как мне сказали, уже 218 миллионов. Но для него миллион украсть это вообще не дело. Вот, поэтому давай накажем его еще раз. Ну, встречает заяц волка и говорит, Волк, у тебя есть красные перчатки? Волк говорит, испуганно прячет. У нас он, настина. Говорит, нету меня никаких красных перчаток. А тут вылетает медведь из кустов, говорит. Зато красная шапочка у тебя есть. И унитаз на волке. Эво!